По весеннему теплое солнце и суровый зимний ветер. Обманчивая мартовская погода не испугала спортсменов встать на лыжи. Ведь около года отсутствовала возможность посостязаться и проявить себя. В прошлом году не было соревнований не только лыжных спортов, потому что это был карантин, и очень сложно было и для участников, и для спортсменов самое главное, чтобы поддерживать форму. Каждый поддерживал индивидуально, кто где, кто дома, кто как мог поддерживать. Поэтому, я думаю, было всем сложно. Итоговые сезонные соревнования в нашем городе посетили спортсмены из Пытьяха и Сургутского района. Дистанции распределили в зависимости от возраста и пола. Очень рад всех видеть. Сегодня пожелаю всем быстрой лыжни, честной борьбы. Сегодня у нас гонки с Мастарт, это контактные гонки. Михаил Кузьмин в биатлоне уже полтора года. На Лыжне России призового места не занял. Участвует в первенстве с новыми силами и лучшей поддержкой. Мама и моя собака. У меня аж сердце трепещит, как я болею. Конечно, я хочу, чтобы он победил. Для него это очень важно. Гонки проходили с общего старта свободным стилем. Расстояние от 1 до 10 километров. Восхищают результаты лыжников золотого возраста. Валентина Образова 55 лет в этом спорте. Дистанцию на 1 километр и 600 метров преодолела за 6 минут и 56 секунд. Говорит, что не устала и можно повторить. Ой, здорово. Погода вообще сопутствует такой радости, что лыжня быстрая, солнышко яркое. Людей столько много на лыжне собралось. Вообще здорово. Праздновать победу каждый будет по-своему. Например, семья Ласкиных золото сына за дистанцию в 3 километра отметит вкусностями. Победу? Ну, как всегда, наверное, сладостями, чаем горячим. По завершению гонок победители ждали награды в виде медалей и грамот. Многим участникам было тяжело, но они преодолели себя. Мне тяжело было проехать. Ноги дрожали, лыжи соскальзывали, палки тоже отлетали со снега. Теперь мы будем готовиться на югорский марафон. На 5 километров. На 5 километров, да. Уже записались. Международный будет проходить 10 апреля в Ханты-Мансийске. Среди зимних видов спорта соревнования продолжаются у хоккеистов. В начале апреля наша команда поедет в Мегион на открытое первенство округа. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».